ПЕСНЯ Просто это тусовка. Нужна была людям тусовка. Людям хотелось собираться вместе. Come together делать. All you need is love делать. Делать I call your name. I want to hold your hand. Вот что хотелось. Людям хотелось общаться. Буквально через несколько лет после Сайгона появился рок-клуб, как следствие этого всего. Так что это подпольная жизнь, обычная подпольная жизнь, когда люди собираются. То на трубе, то в роще в Ковалёва, то за колоннами где-нибудь в гостином дворе. Всегда люди тусовались и обменивались пластиночками, новостями. Рублики сували друг другу и расходились. Вот и всё. Это я видел ещё в 1958 году, когда купил первую пластинку на костях. Около гостиного. Это было, наверное, да, суббота, как всегда. Это было тути-фрути, литл Ричарда, которая крестила Россию в рак-н-ролл. И я услышал впервые тути-фрути, и я всё понял. А потом битлы появились. Вообще всё смелее. Все ненужные вещи по жизни. Все мелочи. Всё испарилось, улетело. И я оказался в нутопии. По Перляндии, может быть, по Перляндии сначала, а потом в нутопии. Ну, вы известный такой питерский затворник, в общем, да? Это вам так кажется. На самом деле я чувствую себя центром мира, центром любви, центром музыки, которую я люблю. У меня тысячи пластинок битлов. У меня 400 книг о них, которые я ещё не все прочитал, не все прослушал. У меня очень много работы. У меня надо строить храм. Люди ко мне идут со всего мира. Вчера были люди из Китая, представьте себе, которые любят Битлз. Второй раз за 50 лет люди из Китая. Вы можете представить, что там есть фаны Битлз? Я никогда не представлял. Мао, конкурент Джона Леннона 1969 года, когда он был объявлен таким же популярным, как и Джон Леннон. Это же крэзи. И вдруг люди оттуда приходят и говорят, а вот, Коля, поставь Strawberry Fields Forever. Но ты что, ты ещё и название песен знаешь? Представляете? Битлз, они как бы собрали всё вместе и сделали вершину, на которой воссели, восстали. Поэтому Битлз – это резюме всего этого дурацкого мира, который ничего не понимает, гробит друг друга, какие-то войны устраивает, какие-то политические там всё время напряги. Все эти правительства, никому не нужные во всём мире, тянут одеяло на себя и оголяют народные тела, которые гибнут где-нибудь или в Сибири, или ещё где-нибудь, или под водой, или в тюрьмах и так далее. Вот тогда, когда вы захаживали в Сайгон, ну, это было нечасто, но всё не менее, вы уже были убеждённым таким битломаном, да? В 64-м году я первый услышал Битлз по радио BBC. И я всё понял. Я сначала не мог ничего сказать, но я был шарашен. Этот звук смёл все мои сомнения. Я понял, что есть истина на земле. Есть Господь Бог. Да. Да. Ни больше, ни меньше. А в 65-м году я стал заядлым, уже законченным Битлз фаном. И даже друзья мне говорили. Ну, Коля, ты заболел. Вот так и началось в 65-м году, когда я услышал Битлз по сейл. No reply. Это мою мессу, это моё откровение, мой месседж и моё отчаяние. Это песня Джона Леннона, это гимн Джона Леннона, ещё один гимн. И потом гимны, как рок изобилия, плелись на мою жизнь и спасли её. Я стал счастливым человеком. Почему Imagine состоялся без Битлз? Imagine состоялся без Битлз только потому, он и мог состояться, кстати. All In The Life тоже один Джон написал. Там только 20% Поля Маккартни, 80% Джона. Всё. Всё Джона. Понимаете? A D&D Life – это тоже на 80% Джон. Поэтому Джон Леннон сам по себе – это явление, это нечто, это не поддающееся анализу чуда. Поэтому, когда появился Imagine, конечно, это стало поворачивать людей ещё глубже, туда, где никого нет, кроме Господа Бога. У вас тогда не создалось впечатление, когда вы услышали эту композицию, что это тот самый Джон Леннон, которого нам всем не хватало? И в бытность Битлз. Нет, я уже любил, вы не были фаном Битлз, чувствуется, а я уже был, повторяю, фаном Битлз 65-го года. Я собирал у них каждую капельку, каждую буквочку, каждую пластиночку или страничку. Я в восторге у меня, когда приносили мне люди на ржевку, туда, в дыру куда-то, я жил на окраине Петербурга, люди приносили какую-то вырезку про Битлз, у меня всегда исторгался крик восторга из души. И я начинал это все рассматривать под лупы, вклеивать свои альбомы. Вот мои старые альбомчики стоят, которые сделаны еще в начале 70-х годов. Вся история Битлз. Это супер. Я печатал сам фотографии в ванне, сидел до 6 утра, и мама, и соседи барабанили в дверь, кричали, «Открой дверь! Нам на работу надо!» Лицо помыть, зубы почистить, ты уже целую неделю сидишь в ванне, печатаешь своих Битлов. Я везде накатывал на стекла фотографии Битлов, чтобы был глянец в кухне, в маминой комнате, в своей, само собой. Везде стояли какие-то приспособления для рамок, везде постеры были. Поэтому я все понял сразу. Моей любимой вещью была «Джелус Гай». Когда я услышал «Джелус Гай», я сразу написал на своей футболке. Я был художником-оформителем. Первое, что я сделал, я сделал трафарет. «I'm just a jealous guy». А «Imagine» у меня была номер два. Ну, смотрите, вы сделали первый шаг к Сайгону, да? Я в Сайгоне был пару раз, честно. Да, первый раз вы туда вошли, но что-то вас второй раз туда привело. Случайность, случайность. Я, как всегда, для меня с Оржевки... Я только в 83-м году переехал с Оржевки в центр сюда, на Пушкинскую. И то случайно мне брат размен сделал. Я не собирался в центр переезжать. Мне было и там хорошо. Я собирал гривы, я купался в речках, там мы на Папином огороде сажали еще картошку, еще в начале 80-х годов. Поэтому я был счастлив там. Люди перли ко мне толпой. Толпа у меня была каждый день. Мы пили вино, танцевали, слушали битлов. И это было каждый день. Каждый день у меня шла война с соседями. Каждый день почти меня вызывали в милицию и так далее, и так далее, и так далее. Я знал все группы, все музыканты ко мне приезжали уже. Так что Майк Науменко первый раз ко мне приехал на Оржевку примерно в 79-м году. Притащил маленькую катушечку такую. Говорит, Коля, здесь мои песни, послушай, пожалуйста. Через два дня он приехал снова. Говорит, ну как? Я говорю, да ничего, но мне твой голос не нравится. А он мне говорит, мне тоже. Вот так мы с ним познакомились. И он стал ко мне туда ездить на Оржевку, и мы ходили вместе за грибами. И вообще чего только там не было. До утра там шел просто бум, просто сенсейшн, селебрейшн. Там беспрерывно шел праздник. Я там безумствовал. Я был счастлив. Что же все-таки за случайность вас привела второй раз в Сайгон? Случайность? Я просто шел мимо и зашел. Я помню толпа черная людей, все одинаково одеты. Была, наверное, холодная погода, потому что все были в шапках таких, каких-то там мощных таких теплых меховых шапках. И все, сгрудившись, так стояли вокруг столов. Столы, помню, такие параллельные от двери до конца, до конечной стены. А слева стойка. И все стоят и пьют кофе. И тишина. Такой шорок стоит. И ничего не происходит. Никто не вертится, не поет, не танцует, не кричит, не стучит кулаком по столу, чего-нибудь доказывает. Тишина. Я посмотрел так, думаю, ну нафиг мне этот кофе. Я и пошел дальше. А действительно или это такие восторженные слухи, что там в ту пору был лучший кофе в Ленинграде? В Петербурге. Вообще мы всегда называли Питером. Это совковое название. Сайгон был в Петербурге, говорят, когда-то еще 20-е годы был Сайгон. Дело в том, что у меня был свой центр. В некотором смысле у меня был, если не Сайгон, то Дели, то Пекин на Ржевке. У меня был подпольный Битлз-клуб, о котором Поль Маккартни знал до своего появления в 2003 году в Петербурге. Он знал, что первый Битлз-клуб подпольный в Совке был у меня на Ржевке. Поэтому, когда я к нему приблизился, он меня схватил, обнял и поцеловал два раза. Представляете? Я, как вы изволили заметить, был не затворником, а я просто любил свое дело. Я любил своих гостей. Я любил праздник жизни. А праздник жизни у меня был каждый день. Вот только сейчас я сподобился. Два года назад я написал книгу «Храм Джона Леннона. 365 праздников в году». Наконец-то я собрал все лучшие моменты своей жизни и оформил это как отдельную книгу. Сейчас я ищу деньги на издание этой книги. Мне помогают люди. Уже пару тысяч долларов мы нашли. Поэтому я вам говорю, что мне Сайгун не был нужен. Хотя я симпатизировался Сайгуну, безусловно. Я часто слышал от своих друзей, гостей. О, мы вчера были в Сайгуне. Ой, мы вчера там то-то, то-то видели там мужика, который, значит, вместо носка одевал на ногу полиэтиленовый пакет. Такая вот. То есть всякие фокусы рассказывали. Всякие там. На самом деле это было прикольное место для общения. Людям хотелось общаться. А общения не было в этом городе. Общение было только на рок-концертах подпольных, опять же, везде шли подпольные студенческие, так называемые, в 70-е годы. И в 60-е тоже, кстати, были популярны студенческие танцы. В каждом институте происходили какие-то... И там играли группы, какие-то события, какие-то там поводы, выводы, заводы. И вот там мы собирались, тоже общались, обменивались новостями, пили вино. И так же и в Сайгоне было. Всё новое было у меня. Чуть полостинка новая Битлов или Крима, или там Джимми Хендрикса появля. Я в то время слушал ещё и Джимми Хендрикса, и Лид Зеппелин, и Дорс. Сейчас я их не слушаю. Они не помогают делу храма. Это другая музыка. Битлы помогают. Джон Леннонс – это сам храм. Джон Леннонс своей музыкой построил храм, если вам это неизвестно. Я вам сообщаю эту новость. Лучше поздно, чем никогда, правда? Поэтому у меня всё было. У меня была уже в то время огромная, вот сейчас безумная коллекция. А в то время было половина, может быть, этого. Потому что каждый шёл ко мне в гости с подарком. Боря Гомещаков без бутылки водки никогда не приезжал. А ещё плюс к этому, ещё была какая-нибудь вырезка или журнальчик про битлов. Или про рок-н-ролл. Поэтому у меня коллекция росла на глазах. Не говорит ли у вас некоторая ревность? Ревность может быть. А войнут? Войнут. Моя ревность направлена в русло любви. Это не страшная ревность. Я никогда никого, кроме комара, не убью, не прихлопну. Потому что я всех люблю, на самом деле. И палачей, и жертвы, и дураков, и умных, и мёртвых, и живых. Битлы дали мне великую Олуни Дизлав, мой месседж, который я несу по жизни. Если отвлечься от ваших смыслов, в частности, от храма Леннона, и всё-таки вернуться к Сайгону. Это была такая своего рода социальная сеть. Там всё было пронизано русским рок-н-роллом. И фирменным, безусловно фирменным, но русский рок-н-ролл был на подъёме. Он шёл вперёд. В 1976 году у нас, не забывайте, появилась «Машина времени». Она потрясающе подтолкнула и подняла нашу всю вот эту социальную рок-н-рольную жизнь в Петербурге. Когда был Сайгон, была «Машина времени», поднимался аквариум, появился Майк Науменко. Вся эта вот культура, она в 1981 году дала нам рок-клоп и началась перестройка. Говорят, что нефть и проблемы с нефтью сделали перестройку. Но я считаю, что перестройку сделали битлы и русский рок-н-ролл. «Машина времени» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова